ну что ответ вопрос вы на канале ирина франц и буду отвечать сегодня ваши вопросики кому интересно оставайтесь со мной у меня здесь немножечко времени поэтому я решила ответить на ваши вопросы потому что потом их накопится слишком много и я не смогу на них ответить итак первый вопросик как получила национальность национальность я получила когда мы жили в париже в префектуре не помню нужно было быть в то время замужем кажется в течение четырех лет вот если я не ошибаюсь сейчас может быть законы уже изменились все так быстро меняется не могу сказать что получила национальный получать национальность было слишком тяжело для меня но также не могу сказать что национальность было получать слишком легко для меня почему так потому что даже если все знали что мой муж жандарт у нас вызывали в префектуру так можно сказать проводили небольшой допрос спрашивали ответы на различные вопросы задавали у меня даже был письменный экзамен мне нужно было написать какое-то там письмо на французском языке кажется вопросы были очень легкие такой маленькой подковыркой были очень много вопросов про семью мужа что старались узнать правда ли я знаю все очень хорошо о семье мужа о возрасте брата сестры знаете когда находишься в такой обстановке вроде прожил с мужем уже столько лет и когда тебе вдруг задают такие вопросы опс мозгу что-то переключать клинит а я помню на один вопрос на такой блин вопрос сколько лет брату или что-то такое мужа я задумалась и не могла отметить очень долго но знаете это просто был стресс вот значит досье я запомнила быстро меня приняли это досье и потом вот через год примерно меня вызвали или не через через несколько месяцев вызвали на этот допрос а потом уже где-то через несколько месяцев я получила письмо что мне дают национальности здесь было конечно о облегчении у меня двойная национальность я русская и француженка какой тушью помадой вы пользуетесь на сегодняшний момент я пользуюсь органической это тушью авриль но не скажу чтобы она меня устраивает пока она у меня есть то я ей пользуюсь но она что она очень быстро засыхает и не делает какие-то такие супер ресницы для меня конечно еще главное чтобы у меня не было аллергии вот у меня на нее нет в аллергии а там надо будет нужно будет она поискачка марку авриль органическую я вам слишком так советовать не могу потому что ничего там супер экстра ординарного правильно предложу нету а помадой помады я пользуюсь разными помадами пользуюсь у меня есть и органические и нарсы и шанель еще осталось всякими как хранить и овощи овощи я уже показывала храню в холщовых мешочках хлопковых да я уже их показывал есть видео когда я показываю в одном из блоги мой холодильник и показываю как я храню овощи то есть если это салат или нарезанные овощи то на натертые овощи храню таких контейнерах стеклянных а все свежие овощи стараясь снять с них пластик если есть пластик и хранить в мешочках хлопчатобумажных когда начинаются летние каникулы у нас в регионе наверное вот летние каникулы если я не ошибаюсь во всей франции начинаются одинаково и они начинаются в начале июля то есть весь июнь детки учатся не хочу собрать то ли четвертого то ли девятого июля надо посмотреть на календаре потому что всегда на календаре все каникулы всех регионов отмечены на календаре вот я посмотрю с какого начинается летние каникулы какая у вас марка автомобиля у нас пикассо это рено наверное если я не ошибаюсь я в машинах эти честно разбираюсь до пикассо сара пикассо очень старая машина купили мы ее до казён то есть рук уже купили когда родился влад потому что нужно было какая-то машина побольше нас была совсем старенькая маленькая нужна была какая-то побольше чтобы коляску и продукты и куда то поехать поэтому мы ее купили с рук и до сих пор мы ей пользуемся довольны для меня машина и самое главное чтобы ездила у меня машина это не для того чтобы она то есть она для меня не для понтов вот какая где вы побывали про путешествие то есть путешествовали мы или нет я уже тоже отвечал на этот вопрос что мы с мужем и не путешествовали не было у нас финансовых возможностей путешествовать теперь собираемся как будут возможности путешествовать и как можно больше потому что мы быть и как и не путешествие мы путешествовали по франции мы посетили бельгию норманди то есть много много региона Франции, но за границу, то есть за пределы Франции мы никуда сильно не выезжали. Но путешествие это самое главное в жизни, то есть нужно в жизни путешествовать. Мы живем раз в жизни и нужно повидать и другие страны, я так считаю. Так что, если есть возможность, путешествуйте, экономьте деньги на путешествия и путешествуйте, это самое важное в жизни. Вот, это вопрос подковырка, у вас цветы тоже биологические, это тот, кто против органики, наверное, кто меня, так можно сказать, осуждает. Знаете, у каждого свой выбор, у меня выбор. Я понимаю, что на земле не существуют органики, но когда продукты обработаны в какой-то мере меньше, чем другие продукты той же химии, почему же, почему они должны быть хуже? А цветы у меня, конечно, они тоже органические, я же их ничем не поливаю таким химическим. Вон растут себе и растут мои цветочки, так что у меня все органическое, биологическое. Какой у вас парфюм? О парфюмах я рассказывала в предыдущем видео, посмотрите видео. Почему у вас так мало подписчиков? А у меня мало подписчиков? Ну вот, столько у меня подписчиков, все кто, все мои подписчики, это мои подписчики. Ну, не знаю, тот, кто любит канал, подписывается, кто-то не любит канал, отписывается. Рекламы я никакой не даю. Я думаю, что все подписчики должны приходить на канал сами. У меня и так много подписчиков от моей сестренки Светланы Франц. Кстати, сноска на ее канал всегда внизу под моими видео. Кто еще не подписан, заходите, подписывайтесь, я сделаю рекламу. И я считаю, что, ну, не знаю, кто найдет канал, кому понравится, останется. А кто придет от кого-то, скорее всего, может быть, ему и не понравится, и он уйдет с канала. Так что, вот столько у меня подписчиков. Пусть все мои подписчики остаются со мной. Пьете ли вы и кофе? Да, я пью кофе. Даже, можно сказать, можно, надо бы и пить и меньше, но так как у меня иногда низкое давление, мне хочется кофе, и я его пью. Ну, где-то стараюсь пить две-три чашки, не больше. Никогда не пью больше трех чашек кофе. Вообще, хочу приучить себя пить только одну. Раньше пила только одну чашку кофе. Теперь что-то разбаловалось. Пью больше. Где работали, почему не работаете? Тоже на этот вопрос отвечала уже много раз. Видеоответ вопросы. Работала на нескольких работах. В Париже работала в обувном магазине. Потом работала во франшконте переводчиком. Здесь не работаю, потому что нету рабочих мест пока. Не нашла я то, что ищу. Все-таки в Провансе, Прованс это не Париж. Переезжать будете? Ну, не знаю. Я ничего сказать точно не могу. Это все будет зависеть от жизни, куда нас жизнь приведет. В принципе, мой муж переезжать никуда не хотел бы, потому что его мечта добраться до Прованса. Мы и так везде побывали в течение 12 лет. У нас судьба носила из одного региона в другой. И теперь вот он добрался до Прованса. Но если получится так, что ему предложат какую-то очень хорошую работу, так как он не останавливается, потому что он постоянно делает, что развивается. Это я дома сижу. Вот. Может быть. Может быть. Не буду я зарекаться, что мы на все время останемся в Провансе. Скорее всего, в старости мы вернемся сюда. А может и останемся уже теперь. Вы в другие страны не можете выезжать из-за работы мужа? Или вам и дома хорошо? Нам и дома хорошо, но и выезжать мы хотим. Я скажу по-честному. Да. Жандармов во многие страны отпускают с трудом. Но всегда можно попросить. Но это будет заранее. Нужно просить заранее. И тогда писать документы, просьбы о выезде. И скорее всего, тебе разрешат выехать. Но это все надо делать заранее. И, конечно, предупреждать жандармерию. Как я уже сказала, и в вопросе, который перед этим, будет возможность, будем путешествовать. Можно ли держать животных в казарме? В казарме. Все время путаю казарма по-русски, казарма по-французски. Можно держать животных, но как можно? Все время предупреждают. Так. Что осторожны с собаками, то есть нежелательно. Можно, но нежелательно. Вот так кратко отвечу. Ну, а так, кто тебе может запретить, если у тебя уже есть кошечка или собачка, то, конечно, но будут... Кому-то не нравятся кошки, кому-то собаки. Знаете, когда живешь в военном городке, это все время так. Сколько жира и сахара в день? Я это не могу сказать, потому что это личные... То есть зависит от каждого человека, потому что есть определенные формулы, чтобы рассчитать, сколько жира, сахара, углеводов, протеинов, сколько всего этого нужно в день. Потому что это полностью зависит от вас, от вашего роста, от вашего веса, от вашей физической активности, от того, вы хотите ли вы сохранить ваш вес, хотите ли вы похудеть. Это все нужно рассчитывать. И если это рассчитывать профессионально, то это занимает достаточно времени. Если кому-то интересно, вы можете в интернете найти все формулы для того, чтобы рассчитать все, и жиры, и сахара, и белки, и все, все. Я так и сделала, рассчитала, поэтому это очень хорошо знать. Вы можете рассчитать себе одну формулу на то, чтобы похудеть, вторую формулу на то, чтобы сохранить свой вес. То есть, я вам честно скажу, в принципе, калории, они будут оставаться теми же самыми, только будет постоянно, жиры будут тоже оставаться теми же самыми, потому что один примерно грамм жира на килограмм веса, также белки будут оставаться всегда почти теми же, но углеводы при похудении и при поддержании веса там будут меняться. Сколько километров от сестры часто ли видитесь? С одной сестрой у нас небольшая разница, ну, расстояние между нами, это Оля, которая живет в Гренобиле, вы ее все знаете, 270 километров, и мы с ней видимся довольно часто, ну, чаще. А вот со Светой, с Парижем у нас почти 800 километров, и мы видимся достаточно редко, конечно. Жаль, когда мы жили в Доливо, в Шаншконте, там до Парижа всего было так же, 270 километров, наверное, где-то примерно 3 часа на машине, там мы виделись чаще. Ну, все, ответила на ваши вопросы. Спасибо всем, кто остается со мной на моем канале или на Франц, задавайте ваши вопросы, и до новых встреч в Провансе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!